МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Передной гапон номер два, который будет поджигать внутреннюю ситуацию. Этого деятеля надувают уже много лет. По сути дела, прекрасно понимая, что за ним ничего нет, кроме организации российского Майдана. Вот где этот человек когда-нибудь работал? Где-то есть учреждение, где бы он просто пришел на работу. Но понятно, что человек оттуда. Человек завербован давно уже, как диверсант. У всех должно быть понимание, что все то, что он делает, за этим стоят иностранные государства. И наша задача не допустить иностранного вмешательства, кто бы здесь не проводил их политику. Страну надо защищать. А если человек предал страну, если он находится на финансировании у иностранных государств, нечего ему делать. Ни в каких органах власти. Его, как паршивого котенка, вышвинули оттуда. Он же там в ногах валялся всю осень, упрашивая спецслужбы Запада помочь ему остаться на Западе. Как Ходорковский, Березовский и вся прочая шваль. У которых три варианта пути. Тюрьма, эмиграция или могила. Мы не хотим репрессий, как это началось в Америке. Но он заслужил давно уже нормальное наказание. Надо было дать 20 лет срок, он сидел бы и как Ходорковский. По всем уголовным делам вынести приговоры, не шутить и отправить далеко-далеко от Москвы. На север. Туда, где тундра, где птица на лету замерзает и падает на землю. Это люди, которые своими действиями подрывают устои нашего государства. Люди подлого характера, гнусного поведения, отвратительного. Лидер оппозиции. Какой ты лидер оппозиции? 30 лет назад ты был семиклассником и списывал контрольные парифметики в школе, в своей Марина. Враги, о которых здесь звучало, я нисколько не сомневаюсь. Поддержки наших граждан они не получат и ничего у них не получится. А такие, как Навальный, являются проводниками тех, кто хочет ослабления нашего государства. Их было больше в 90-е годы. Советники были во всех министерствах. Так, Геннадий Андреевич, так. От страны практически ничего не осталось. Если бы наши спецслужбы привезли американца, усадили его в самолет и отправили в Вашингтон, где бы он оказался? Да еще неизвестно, чего лечили. Ведь ему еще аэропорт давать и тот, который ему хочется, так сказать. Ты сел в лучшем аэропорту нашей страны. Поэтому с такими людьми надо вести борьбу решительную. Это отбросы нашего общества. И он лишит родительских прав. Он как их детей воспитает. Потом мы будем мучиться еще, заниматься его детьми, когда он снова сбежит за границу. Как ты болел? Ты чем болел? Отравление или умирает человек, или ты врешь все, что тебя отравили. Нельзя отравить наполовину. Как нельзя быть беременной наполовину. Алеша закричал в самолете. При отравлении никто не кричит. Кричат сумасшедшие. Когда отравили, лег и лежит, мертвый, без всякого движения. Все, полностью отключен организм. Но в политике таким не место. Коллеги, у нас общее понимание? Общее понимание. Спасибо.